Если говорить об отраслевых поступлениях по налогам, то лидерами уже не первый год являются потребительская и санаторно-курортная отрасль. Также серьезный вклад в экономику города по итогам прошлого года сделали предприятия строительного и дорожно-транспортного сектора и отрасль здравоохранения. За 2018 год в бюджет мы заработали 7 миллиардов 734 миллиона. Это очень хорошо у нас прирост. Это, естественно, основной источник дохода НДФЛ, налог на доходы физических лид, потому что его платят особенно все жители, кто у нас работает, получают зарплату. Именно сочинцы его и платят, и те, которые к нам приезжают работать. И, естественно, остается высокий порог, ну или высокий сегмент в бюджете. Это арендная плата мы по-прежнему зарабатываем, сдавая в аренду свое муниципальное имущество. НДФЛ дает почти треть от всех поступлений в бюджет города, поэтому одна из основных задач на год – борьба с задолженностью по зарплате и выявление бизнесменов, которые выплачивают серую зарплату или зарплату в конверте, уходя таким образом от налогов. Мы понимаем те задачи, которые мы на себя взяли, особенно социальные задачи по строительству. Мы должны не только завершить строительство двух школ, которые мы сегодня строим. Мы начинаем еще две школы строить, начинаем два детских сада строить. У нас надо очень много ремонтировать, поэтому нам нужны деньги. И, естественно, что налоговая часть, я думаю, что мы будем действительно совершенствоваться и будем больше осуществлять контроль, помогать налоговой службе. В Сочинской мэрии разработан план мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета. Помимо работы по легализации зарплаты, в план включена проверка гостиниц на предмет уплаты налогов, соответствие фактического использования земельных участков видом разрешенного использования, а также борьба с задолженностью муниципальных организаций. Мы должны выяснить, сколько у нас не используется имущества в наших МУПах, в том числе МУП теплосети, и продать все то, что нам не нужно. Мы должны разобраться с нашим МУП-озеленитель и продать все то, что нам не нужно. Развивать-то надо не за счет нашего бюджета, а за счет их деятельности. Поэтому над этими формами нам надо поработать. Мы обязаны с вами создавать все условия для развития конкуренции, потому что сегодняшнее положение наших МУПов говорит о том, что мы им помогаем фактически самим себя не обеспечивать, а сидеть на иждивении нашего же муниципального бюджета. Действительно, работа проводится, но она здесь очень осторожна.